привет народ мы сегодня с нормальным цветом в общем да будет свет сказал монтёр и перерезал провода помните да в общем сейчас чего-то отремонтирую у меня аллергия конкретная так что я наверное вот эти вещи буду вырезать наверно потому как наблюдать за подобным как понимаете не очень я сам потом монтирую видео сижу думаю кто это будет смотреть в общем тяжелая коробка такая вот такая коробочка запакована добротно антивандально и здесь целая куча целая куча ножа и наверно я думаю что то здесь прям что-то маленькое не такие нож такие это нажили слушайте ну такое я вижу впервые в жизни давайте я сейчас свет включу в общем вот такой вот народ нож это нужно действительно это нож давайте начнем с ножа вот такой вот нож с тупым концом я так понимаю конец специально тупой чтоб не поранится типа типа знаете как вот у spider к там есть rescue спасательный нож то же самое здесь как бы ну если бы я вот это увидел впервые да совсем совсем впервые то я бы наверное подумал что я не знаю это какой-то нож маньяка но как бы хорошо что подписчик мне до этого позвонил показал фотки сбросил вайбер трусик вот вот такой тебе пришлю то в принципе я шум говорю что я вот такой вот видел впервые и вообще ну сразу не понял что это такое мне прислал фотку ну зачем как ты думаешь я я не догадался народ кто знает зачем это нужно пишите сейчас комментах ну или не знаю это просто ваши ваши предположения зачем это нужно вот вот такой ваш ты пишите в комментах что за нож я просто в шоке был я я бы никогда честно не догадался если мне санька сам не сказал так второй нож у нас второй нож у нас второй нож у нас викторинокс вот такой вот абсолютно новый нож прям таки нульцевый что с ним делать я даже не знаю ну в принципе я я точно то и с этими ну с остальным тоже не знаю что делать я помню что мы разговаривали там где-то недели две назад было санек сказал русик есть ножи нужно отремонтировать еврейский фотку хотя чтоб понимал что там он мне скинул фотку я спросил что это он мне объяснил что это за ножи я тебе их отправлю а потом уже перезвонишь я тебе объясню по каждому ложу что с ним делать в общем народ еще один такой такой же ужас просто ну вы понимаете что такое я в шоке пишите народ комментах кто понимает зачем это и ну вообще я как бы был в шоке просто что это такое зачем вот вот такое вот безобразие на ноже это уже даже не нож этот такой себе мультиту и едино многофункциональный инструмент опять же нож с тупым концом с тупым кончиком здесь у нас есть надпись такая себе лазерная гравировочка ну и еще не нож есть у нас здесь ухо-хо-хо короче вот такая вот штука есть народ я в шоке просто ну и еще есть у нас типа тут плоская отвертка вот такая вот типа плоская отвертка в общем нож на заклепках такой себе старенький вариант ну видно что на конкретно такое видавшие виды а так и шоу на здесь еще и 4 до 6 здесь даже ни один я так понимаю да а здесь два одинаковых прикиньте два абсолютно одинаковых орел молодой какой-то слушайте давайте поглядим чудо 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 ухтыш ухтыш вот это я вообще не понимаю что это такое здесь какая-то вот вот так вот смотрите какая-то вот такая тоненькая фольга снизу зачем это нужно я вообще не понимаю смотрите какой-то прикол оба теперь я понимаю зачем вот эта штучка прикиньте вот этого санька мне не показывал да вот такой себе народ мультитул получается раз и все и лезвие спрятано пила спрятано раз дальше шоу нас дальше здесь у нас обычный нож пожеванный конкретно давайте покажу что здесь за маркировка и вот такой вот нож вот так вот кто-то его очень жестко поиздевался с него с этой стороны и с этой стороны я надеюсь видно сложно на камеру надо поймать это все два абсолютно одинаковых ножа абсолютно абсолютно здесь по моему не было ни народ не абсолютно верите разница есть здесь просто клин а здесь еще видите вот такая вот типа алмазная пилочка для ногтей на самом деле это наверно не алмазное напыление хотя возможно алмазное напыление так вот тоже ножовка тоже открывачка тоже отвертка плоская да но еще и алмазик есть если что ногти подточить можно без проблем абсолютно вот такие два ножичка у вас приехали да прикольно ну как прикольно мне мне они лично не нравятся абсолютно здесь нож уже но вы видите да то есть никто с него не издевался и и здесь абсолютно ноль целый ножичек в общем сейчас мы позвоним хозяину ножа потому как я реально не помню о чем даже шла речь так как так у меня где-то он был по моему записан слушай ну добрался до твоей посылки санька скажи пожалуйста что мы чем делаем давай телефон в сторонку отложу ну ты в курсе да что камера пишет что ты не это самое не ругался там я не о том что все нормально я том что ты не ругался а извини 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 потом будешь говорить а мне потом запикивать и вырезать это все слышишь ну вот честно если бы я не ну как бы если ты мне фотки не скинул я подумал что это что-то какое-то знаешь оружие чикатило шути по тому ну я не я не понимаю зачем это нужно на голый нож без накладок скелетник да 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 смотри это чистый англичанин то есть у тебя сейчас перед глазами получается два англичанина один скелетник второй с черными накладками угу значит скелетник который это такой себе спортивный вариант для их сменов есть такая популярная фирма сейчас не вспомню как она называется но она специализируется по изготовлению и продажи таких сетях вип штучек ну понял да вип штучек для их сменов сангличанин то есть у богатых свои причуды то есть они себе покупают яхты вот там устраивают какие-то соревнования вот для того чтобы так упаковать себя обыкновенно говорится в том числе ну что это как обязательная процедура это должно быть на кармане для чего то есть во первых для того чтобы иметь возможность быстро развязать узел затянув а его на канате просто так развязать невозможно то есть если узел на канате затянулся то его можно расковырять вот такой вот флайкой я понял флайка это понял это вот этот подтолкнутый крюк не крюк а он еще и блокируется этот крюк да да он блокируется то есть если вниз опустить ручку не ручку а кольцо на которое с детства земля вот ты фиксируешь таким образом кстати у разных ботманов ну ботманов этих ножей так называют эти ножи это же разные ботманов разные фиксации есть здесь фиксации вот у этого ножа вот такая вот оригинальная фиксация интересная вот нож чуть-чуть подуставший но тем не менее если ты обрати внимание сведение у него просто изумительное я просто этот нож купил себе на поездок каждый день на ключи я понял ты похвастаться мне их прислал или мы будем что-то ремонтировать я не пойму будем будем его доводить просто дома то есть флайка ты видишь да убитый охлам да 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 ее просто надо отполировать и убрать эту надпись нож б.у.шный кому-то принадлежал я хочу чтобы этой надписи не было ну это ты хочешь убрать да ну сбоку на боковой плате да 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 ларс да то есть я хочу чтобы этой надписи не было ну и привести это все в блеск чтобы это на ключах было красиво угу ну сам по себе нож на поезд вот на каждый день где-то коробочку подрезать скрыть где-то комлетик скрыть там яблочко почистить ты видел какое сведение у самолей оно небольшое оно коробкое ну ты обрати внимание какое какое сведение тем не менее прекрасное у лезвия да он криво конечно сделан спущен очень криво на одну сторону не буду спорить с тобой тяжело спорить ты специалист поэтому и тогда вот сюда ушел клинок это что касается первого ножа так по нему больше зацепок нету и кстати обрати внимание какая ширина плашек и само исполнение он битый такой ух хороший короче извращенцев хватает на земле я понимаю теперь что ты сейчас в руках держишь сейчас ну давай следующий берем такой же только черной черной рукояткой с черными накладками значит это армейский нож их в свое время затавили в большом количестве для британского флота давно себе хотел в коллекцию такого рода нож то есть нож история по сути этот мне достался он откуда-то приехал то ли из Чили то ли из Перу видишь там есть даже нанесенная то ли травой то ли чем то еще сбоку такая себе геральдика непонятная там перекрещенный крив и еще какая то штучка непонятная ну да АТМ какое то что то тут написано да Лейба какого то подразделения но однозначно не европейский то есть это какая то там южная Африка или южная Америка что то такое ну Англия да написано смотрю я что что внизу на клинке маркировка ножа нержавеющая сталь Шеффилд Англия да 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 по сути по сути доработки то никакой не требует просто нужно убрать битинг с ключа вот если ты закроешь сейчас тот самый откроешь ключ ключ это вот это не консервный нож это ключ 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 да это не консервный нож это ключ то есть в османских ножах это ключ изначально изначально его применяли для кройки парусины и для завинчивания отвинчивания креплений канатных короче кошмар ты мне тут повернул вот такие специальные крепления под них на османских ножах идут ключ они короче полирнуть нож я так понял правильно полирнуть его ну царапины вот эти поубирать и все попробуй чуть-чуть есть у него люфток ну люфт я уберу тут ну как бы сам клинок тоже полируем да но если можно хоть чуть-чуть сохранить сатинчик сатин красивый рисунок убираем или нет вот этих две мотыги убираем или нет что что две мотыги убираем или нет вот эти не надо не надо пускай будет да я понял перетачиваем геометрию клинка не меняем что что геометрию клинка не меняем нет категорически все я понял скажи тогда перетачиваем моего да смотри еще момент клинок чуть-чуть подзубитый да вижу тут его тащили просто на оселке на каком-то да да то есть привести клинок в порядок убрать если можно будет ну и повернуть и саму свайку повернуть видите свайка здесь тоже интересная то есть на такого рода ножах вот этих винтовых таких нарезов на свайках нигде не встречалось они не винтовые Санька они кольцевые что что они не имеют винта то есть это кольцевые нарезы просто то есть это не резьбовое кольцевые нарезы я просто так стал шутить слова то есть по сути свои они по идее никакой функции не выполняют и они даже в работе я тебе как бывший моряк говорю что в принципе это даже мешает а ты моряк что ли зачем зачем они блин туда их теканули я не знаю тебе почистить их грязь убрать оттуда нет убирать не надо их просто полирнуть ну я грязь уберу оттуда и полирну и будет все как новый ну внутри здесь грязь просто видишь грязь убираем полируем вот этот штырь короче или коготь как его назвать нормально все я понял дальше скажи пожалуйста два зеленых два зеленых значит это бундесы так называемые уже ножи история ГАК 108 эти ножи еще в начале в середине прошлого века ставили на вооружение бундесеровской армии как обычные солдатские оперативные ножи по сути свои их там миллионами выпускали но сейчас в хорошем качестве такого рода нож найти практически очень тяжело в хорошем сохранении ты имел ввиду да один нож я брал бэушный просто напоюсь на каждый день у меня всегда в кармане валялся чем он хороший у него замка нету то есть за границу с ним можно ехать легко непринужденно то есть в принципе не считается холодным оружием банка нету вот то есть если у тебя где-то в кармане полица за границу этот нож возьмут я понял здесь тоже немножко пить им есть причем такие раковины присутствуют ты видишь мне подхудили самолезвие видишь как его ну блин сделали из него сквозь морду если можно исправить это все так это это на каком я не помню на каком это было а вот здесь да все нашел нашел это кто тебе точил что что кто тебе точил говорю ну да один плохой знакомый я понял не давай ему больше ножей я ему дал чуть-чуть другое он это все проглотил и это самое больше я к нему не хожу я в шоке просто как так можно было и у него телефоны с памяти Русь смотри у меня получается эти два ножа зеленые один я себе просто в коллекцию взял практически новый я понял я понял шоке швейцарцы это твоя тема вот такая форм-фактор такой я вообще не понимаю как этими ножами можно пользоваться дедушки нож я не понимаю дедушки нож я не понимаю форм-фактор вот этот я не могу и пользоваться с кразным шоу мы делается с красным что мы делаем не завалю ты похвастаться мне отправил это все они на ремонт красный ничего не делаю я понял смотри тут вот я сейчас на камеру тебе покажу два ножа два ножа на вот этом ножа сверху по обуху обух полированный вот здесь вот есть риски убирать вот здесь вот на на лезвие ну там есть риски понял продольная на одном ноже обух полированный зеркало на втором риски есть убирать риски как бы показать это даже не знаю сейчас попробую вот так вот на ехать вот вот здесь видите да сейчас возьму чем показать вот здесь вот риски есть а второй полированный вот вот сейчас видно вот здесь вот риски хорошо я спалернуться не я тебя услышал в общем сейчас я сделаю это все хозяйство и тебе вайбер фоточки пришлю вот ты даешь давай давай короче народ ну вы все сами слышали мне просто товарищ посвятил экскурс в историю мне сделал швейцарских и английских ножей в общем задача наша вот здесь выбрать пить видите на ржавчинка с этой стороны тоже ржавчина это нам нужно убрать потом вот вот это безобразие нам нужно убрать вот это вот короче кто-то нехороший нехороший человек видите что сделали здесь волна присутствует на самом клинке в общем и такое безобразие вот это убрать ну естественно здесь то же самое на втором на второй ножовке да или нет сейчас мы поглядим не это ножовка это ножовка как раз здесь видите да в лучшем состоянии но все равно мы и полирнем все равно мы полирнем в общем как бы народ ну не вижу смысла это все сейчас показывать да давайте я эти все манипуляции буду проводить на наждаке давайте сейчас выставлю камеру соньку на наждак и в ускоренном темпе это все вам покажу как я это все буду делать поехали так что там народ видного я надеюсь видно в общем заряжаем ёршик проволочный и погнали по всем ножам проходимся скажем так восстановим сейчас сакин что я хочу сказать раковина очень серьезная поэтому не будем убирать сколько металла здесь чтоб брать их полностью уберем ровно сколько сколько нужно чтобы достать оттуда все ржавчину и зальем это все хозяйство сейчас смазкой в данном случае только по шерсти отбираем против шерсти нельзя потому что ну сразу на пилу убьем понимаете да смертью будет моментально ну 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 в данном случае мы не трогаем просто потом перетащим шила в принципе тоже в состоянии более менее нормальным здесь потом здесь потом нужно будет убрать вот эти зубрины видите да их сейчас вот сейчас хорошо видно но это не на этом мы сейчас выполняю всю работу которая связана у нас вот с этим кружочком просто почистили от ржавчинки и пока этого достаточно для данного ножа здесь просто подновим пройдемся по сатину шила совсем печально то есть нужно будет шило и там и там потом переключить это мы сделаем ну напомню не сейчас сейчас мы делаем ту работу которая у нас связано с данным инструментом в общем народ чистим вот этот коготь вот этот весь мусор убираем отсюда короче народ вот так рисунок нас попросили оставить мы его оставляем подновили немножко сатинчик недостаточно ржавчинку выбили с этой стороны можно еще чуть-чуть видеть сюда здесь внизу сильно много рисок царапок поперек сатина мы опять же без санатизма сниженка просто подновим его и потом сверху поливнем еще и будет все так ну еще и люфт немножко нужно убрать все люфта вообще нет никакого теперь люфта вообще нет никакого теперь так так с этим инструментом все с ключом с этим все с этим с когтем все дальше 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 вот это то же самое проходим по вот этому месту видите да вот сейчас хорошо видно такой рытвины там поиздевались над ним хорошо наша задача это все сейчас поправить данным кругом мы будем отрезать а убирать последствия вот этих вмятин мы будем уже на другом круге на луканитовом так все с клинком здесь что ну с клинком здесь у нас в принципе все нормально его можно все блестится красиво так сторон красный красный мы не ремонтируем правильно так дальше меняем и инструмент ставим вулканитовый круг ставим вулканитовый круг и теперь уже более серьезно проверяем все нормально биение теперь какое у нас здесь нужно в ушатанном состоянии вот это сейчас попытаемся вот это вот безобразие вывести процесс этот длительный поэтому все буду делать на перемотке и и и и и и короче народ как то так вот смотрите с этой стороны вот так вот клинок выглядели да и с этой стороны вот как было сравнивайте сами раз два ну конечно на ленте это было бы в разы удобнее проще но в принципе результат вполне себе приемлемый видите да оп и с этой стороны вот вот то которое было сашек не давай больше даже тысяч кому мало я тебя прошу и 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 режущую кромку, потому как она волнами идёт. Вот прям вот так вот радикально. И сейчас мы этот нож сразу заточим. То есть мы ему сделаем просто сведение в ноль. Подвода здесь не будет вообще. Просто в ноль. Как муру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА